Колеровый флешмоб «Братания» – яркое, опасно-красочное действие, в котором принимают участие практически все участники фестиваля. А в этом году красочное знакомство друг с другом было поднято на очень высокий уровень. В «Братании» приняла участие и жена президента Марина Порошенко. В виде разогрева перед «Братанием» выступил народно-танцевальный коллектив «Барвинок». А в это время жену президента окружили фотографы и просто желающие сфоткаться. Когда еще такое будет? А затем на сцену вышла совсем молодая, выбрана только в четверг, Зосенька и, естественно, спела песню. И вот тут началось сначала хоровод, потом танцы народов мира от самых юных до взрослых. Они, кстати, провели еще и параллельно конкурс головных уборов. А потом и началось то, ради чего и приезжают некоторые юные журналисты, фотографы и артисты. Краски в вашем распоряжении. А осень свободы, это фантазии церковной поли. А осень свободы, сделает счастливым этот сил. А осень свободы, сделает счастливым этот сил. Субтитры создавал DimaTorzok И наивный автор Зоси Сергей Котовский пришел на это мероприятие в белом костюме. И что из этого получилось? Зоси, это классно! Это круто! И это надо жить! А уж сколько человек в этом году обнялось с женой президента, даже трудно представить. Пожалуй, еще никогда в жизни ее футболка не была такой разукрашенной. Зоси, Слава Будича! Под впечатлением от увиденного Марина Порошенко вышла к центральному микрофону. Мне надзвичайно приятно сегодня быть вместе с вами тут, в Славутиче, на международном фестивале «Золота осень Славутича», Яка цього року відбучає свій юбилей. И давайте зараз своими гучними оплесками привітаємо фестиваль з 25-ти річчям. Я хочу сказать, что это очень популярный фестиваль, после которого вышло очень много популярных журналистов, которые сегодня работают на проведенных телеканалах Украины. А это говорит о том, что и сегодняшние участники фестиваля станут майбутними зерками телебачения и журналистики. Тоже, нехай незминный лозунг нашего фестиваля «Хочу бачить свят счастливым» «Надыхаю вас на позитив и гарний настрій. Любить свою рідну землю, пишайтесь тем, что вы украинці, и бережить Украину. Слава Украине!» А дети из нашего центра реабилитации подарили ей целую корзину поделок. А потом гости переместились к Дворцу Детей и Молодежи, параллельно поучаствовав в фотосессии и около киноконцертного. Как настроение, девчонки? Прекрасно есть! А как будем отмазываться, отмываться? Никак! Мы останемся так до конца зоси. То есть до конца зоси вы ходить будете так, да? Да. Около дворца детей и молодежи открыли арт-объект ЗОСИ-25. Вы помните, вчера почетные лица фестиваля уже оставили свои отпечатки рук и сегодня все высокие гости повторили эту процедуру и оставили отпечатки своих рук уже на новом панно. И уже после завершения открытия арт-объекта мы поинтересовались у наших гостей и меров. Девись фестивалю, хочу бачить свет счастливым. А что значит счастье для вас? Счастье – это, в первую очередь, жага, это прагнение до втілення своей мрії, это задоволение от того, что ты захоплений своим життям. Это життя, в котором есть идея, в котором есть наполнение, в котором есть смысл. И даже иногда, если у него нет баланса, даже если у него нет золотої середины, а есть суцильные крайности, но ты понимаешь, что ты отримаешь, отримаешь ты, до чего идешь, это, конечно, счастье. Счастье – это счастье. Это життя лучших желаний, без войн, без революций, это життя взаимопорозумения, добробода, доброзичливости, добра. Счастье – это мріливое, что-то такое, до которого надо пытаться идти все життя, карабкати все життя. И ты счастливый и успешный тогда, когда на один раз больше встанешь, чем падаешь. Все життя – и злети, и падения. А вот, братаня, это счастье. Счастье – это эмоции. Это то, что не можно взять на дотик, это то, что не можно купить в магазине, или в кого-то взять и пользоваться. Счастье – это эмоции, это то, что в тебе в середине, это твои почутки.